нейтральная территория вот коридор между таможнями потом казахская сторона здесь киргизская сторона вот такой коридор крытый идем по нему вот она нейтралка небольшая сколько 30 метров а здесь река под под коридором типа как мост вот у моряка шумит чуйка сразу будет киргизская сторона речка воды мало в речке но в принципе она и была такая всегда не глубокая маловодная вот и киргизская уже сторона киргизской республика контрабандистов еще нет не запустили все там стоят машин много она машин 300 стоит очередь длинная с казахской стороны даже дальше моста очередь здесь еще не запустили толком сейчас пойдет поток они партиями пускают по 10 по 15 машин все проходим киргизскую сторону ну вот и все прошли пешком первый раз пешком иду вот так жал их на сторона называется наша сторона казахская кордай называется всего по коридору иду первый раз лет за десять наверно пешком машина там стоит киргизии бишкеки полная сумка полная сумка запчастей к машине т-5 захворал приболел а запчастей бишкеки не нашел с алматы запчасти прикупил здорово парни в общем-то и после замены датчика коленвала т-5 не поехал едет и глохнет заводишь движок троит точно так же как и было и опять глохнет и очередной раз залез под капот как он меня снова заглох на дороге подергал розетку про пучок проводов на розетке косы форсунок жгут жгут проводов которые идут на все пять форсунок розеточка уже знаете и в розетку такая вставляется еще одна розетка которая вот так потом заворачивается закручивается в общем за эту косу за провода дергал дергал крутил крутил раз завелся без проблем проехал метров 50 он снова заглох опять капот открываю опять косу подергал он раз опять завелся без проблем опять поехал и опять заглох к в общем-то как начинаешь дергать крутить провода он заводится едет но потом опять глохнет чем один вывод такой что надо поменять косу он разобрал все там видите все разобранное уже и сейчас буду менять косу пацаны чтобы косы здесь поменять надо половину раскидать вот здесь вот все раскидать снять бачок гусак омывателя заслонку снять все провода вся все патрубки снять также видите снял воздушных короб чтобы мне не мешал при снятии крышки вот здесь вот крышку откручивать геморройные болты раз-два они спрятаны и под вот этот впускной коллектор и в общем то надо исхитриться чтобы открутить это болты такой ключик вот загнул г-образку такую сделал и кое-как между крышкой и коллектором просунул и вот так потихонечку открутил но открутил хорошо снял крышку и вот она это розетка вот зовут эту вот розетку дергал дергал вот так ее подкручивал дергал он заводится потом какое-то время едет и снова глохнет вот она розетка самой косы и вот она это и вот это вся коса вот она идет в общем то казалось бы тоже сейчас легко ее взять открутить и поменять но нет ни хрена как обычный геморрой здесь у меня вот эти вот болтики раз два три видите уже биту вставил в болт на болтах нету грани грани сорваны каким образом и как они там сорваны и слизанные внутри загадка в общем сейчас вот биту вставляют тридцатка молотком ее забиваю и пытаясь открутить эти три болтики хрен не откручиваются так чуть больше взял шестигранник этот звездочку тут шляпку набью по уже сделал гнездо уже разбито тридцатка маленькая проворачивается нахрен через жопу кто так делал в таком месте поставить лысые болты это же все смерть крах чуть-чуть без инструмента без навыка хрен ты все тут здесь пошел собака драна открутил конечно открутиться пока по башке не дашь хрен открутиться кстати розетка уже тут убитая обломленная и в этом какого-то там говна за хрена и больше он там какая-то грязь и чё там хрен его знает надо ее поменять нахрен выкинуть нормально поставить кстати щас покажу где вот она бы уж на посмотрите вот это в каком состоянии и в каком это состоянии розетка конечно это идеальная резиночка хорошая внутри все чистенько идеально и провода мягкие мягкие провода а эти провода уже жесткие сухие не гнуться если так согнуть согнуть так оплетка сломается а эти проводочки эти проводки вот гнешь и не мягенькие оплёточка не ломается не сухая свежая более-менее свежая и вот он третий геморрой сейчас его тоже пытаться буду открутить так парни всего победила этот болт вот открутил последний третий вот здесь вот грани сбитые лысые кое-как еле-еле биту вот сюда забил коллектор мешает короче вот эту вот хрень выгнул и вот эту выгнул и по голой шляпке долбил убитой потом биту забил и только тогда открутил все короче вот такой геморрой косо отстегнул фишки раз отстегнул снова тандемник отстегнул тандемник вот он сторону его скину и нужно будет час вот эту вот крышку снять кстати вот здесь резьбы нету в крышке лысая болт просто был туда вставлены но тут болты же несъемные идут с резинкой и крышкой вместе так он просто болтался вот у меня есть такая запасная крышка я купил и заодно эту крышечку вот эту вот бугель этот поменяю чтобы розетку снять нужно вот этот бугель тоже снять и скинуть тандемник сейчас вот эту прокладочку аккуратненько она новая кстати да уже видели в прошлом прошлом позапрошлом ролике снимал ремонт тандема вот это новая прокладочка и сейчас аккуратненько ножом срежу крышку сниму здесь двенадцатигранники болты м8 вот м8 откручиваем и снимаем все все сейчас этот бугель снимаю и меняю ставлю новую косу все сейчас этот бугель снимем он приклеенный был на герметике сидел вот эти болты 1 2 3 тоже были на герметике вот они герметики здесь середине герметик был сырой мокрый не высохший не знаю как и почему но здесь был мокрый хотя последний раз примерно где-то два года назад сюда залазь сейчас за два года он не мог высохнуть не знаю вот раз вот два два болта на 3 вот такой вот сломанный хорошо что не до конца видать трещина была здесь когда я уже полностью открутил смотрю трещина руку раз и он разломился хорошо жало вот это с резьбой там в голове не осталось вот вот в этом месте то бы еще один был бы геморрой падла тут все короче крайне ненадежно и вот 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 бы все бы и куда ни возьми все круче на последнем слое на издыхание все держится эти болты раз два три три болта конченые здесь вообще 12 граник но слизаны грани наверно шестигранниками пытались открутить в общем связанные все болты хорошо на этой вот нормальные целые болтики но тут под шестигранник под обычный не 12 грани шестигранник в общем-то все сейчас я эту хрень вытаскиваю геморрой провода сухие задумевшие розетка здесь разболтанная тут кончик пообломаны ладно поменяемся так ну что ж поменял жгут вот эту косу на форсунки поставил другую более хорошую свежую с хорошей розеточкой хорошая розеточка не раздолбанная целенькая и также поставил вот этот новый бугель с целой резьбой вот здесь резьба целая не сорванная а вот на вот этом моем говнище который здесь стоял вот здесь резьбы нету сорванная резьба и просто так был тут болтался да и еще вдобавок вот этот вот этот болт вот этот болт был поломанный сейчас я вам где покажу вот он вот поломанный болт здесь стоял и поставил сейчас другой болт такой же только чуть-чуть другого образца но все длина и шляпка и головка одинаковые все заменил бугель будет здесь все хорошо с этой проводочка теперь у меня тут будет все железо на сто процентов работать я так предполагаю и выдрал еще одну проводку который идет по двигателю на генераторы на все датчики вот с этой розеткой вот тут все пришлось мне разобрать весь короб вытащить мозги все фишки вот она эта коса перематанная вся на изоленте какая-то сборная солянка здесь вот здесь этот жгут вот она розетка это она такая вся пожеванная вот чем-то ее крутили какими-то пассатижами и плоскогубцами чем плохенькая розетка не знаю где здесь провод перебиты не стала разбираться не прозванивать не выявлять причину на хрен короче поставлю вот эту новую проводку новую проводочку вот эту вот уложу с разборки купил вместе с моторный на с моторной косой для форсунок здесь датчики все целые единственным тут вот какой-то обрезанный маленький коротыш ну ничего если чё припаяюсь но жгут весь целый сейчас вот этот жгут и воткну вот тут по фишкам буду выдирать ту косу сразу же втыкать чтобы ничего не пропустить не проморгать и все зацепить вот здесь вот это вот так отстегиваем вытаскиваем разъем весь кстати мозги здесь тоже вот с метками стоят были когда-то мененые мозги компьютер заменены но она и хорошо пусть будет так и здесь вот это вот кстати не знаю куда к сойдет такой херовины у меня здесь нету это с бензета это чё такое но эту проводку тоже меняли вот видите семенина на это тоже тут мутили все все сейчас главное чтобы все фишки зацепились чтобы лишних не было и недостающих не было не будет все пучком как парни все здесь собрал все фишки все концевики зацепил вроде как недостающих нету но только две фишки есть лишние но они как бы и бесхозные ненужные вот они две будут болтаться здесь как они здесь и будут так они здесь и будут болтаться они идут в некуда то есть некуда и зацепить вот они здесь так и будут лежать все остальное собрал все патрубки собрал вот здесь все подсоединил упаковал прокладочку на легкий слой герметика прям чуть-чуть слез слоёчек дал чтобы так и на всякий пожарный тече 100 процентов не было отсюда ну и вот здесь вот все аккумуляторный щит собрал там все подсоединился фишки без остатков только один момент там не смутил последняя фишечка такая беленькая на старой проводке было три провода входящие три провода выходящие папа мама фишка она новый про она новой проводке то что сейчас я уложил там 6 проводов идет и по цветам все разные только два провода одинаковых черный и зеленый и между собой они такие скрученные перекрученные провода вот сейчас покажу как примерно вот такие здесь вот черный зеленый вот такие между собой скручены как косичка вот такие два провода есть все остальные неподходящие третий провод идет синий с черной полоской а на новой косе на новой проводке идет вот такой вот синий цвет без полос без полосок ярко синий цвет и все остальные красные коричнево-красный а коричнево-черный красно-белый и по логике вещей черный с зеленым то это понятно совместимые черный синий синим вот тут вопрос да со старой проводки сны и снова как срастить и еще раз пиновка по вход по гнездам было разное на новой фишке разная распиновка по гнездам провода были по-разному ставлен поэтому чтобы не разбирать фишку я отрезал фишку со старой проводки с проводами черный зеленый совместил это без проблем ничего не составило труда а вот синий с черной полоской пришлось рискнуть и в общем скрутил с проводом чисто синевого цвета не знаю будет ли это ошибкой что это даст мне что-то может работать что-то не может работать в общем это будет по вопросам надо будет смотреть проверять но по логике вещей больше никак не скрутишь синий с черной полоской с красным никак не скрутишь с коричьим тоже никак не скрутишь но и с синим вполне возможно в общем поступил так не знаю надо проверять сейчас будет гонять посмотреть как он будет работать что будет работать что не будет работать погреть двигатель в городе покататься по трассе покататься надо смотреть это что получилось что народ автобус поехал мотор работает и не глохнет сейчас уже 53 километра проехал и мотор нормально работает мотор кстати стал помягче работать, поплавней но появилась другая проблема нету тяги не разгоняется тихо-тихо-тихо ход еле-еле-еле как будто такое ощущение, как будто бы не хватает надува ему, но турбина работает слышно как турбина работает что-то какой-то датчик теперь еще нужно будет смотреть но по проводке не знаю в новой косе же ведь немного были другие провода там кое-что я переделывал фишки, может быть что-то накосячил сам, может быть что-то еще не так не туда, куда-то воткнул или наоборот вообще ничего не воткнул так нормально едет не глохнет работает стабильно двигатель горячий 90 градусов и в городе покатался и вот сейчас по трассе межгород нормально на ходу не глохнет и на холостом не глохнет от одной проблемы избавился работает все но нету тяги надо проверять теперь тягу из-за чего пропала и куда пропала тяга кстати, вот это поселок Фронзе называется под бишкеком под бишкеком мотор горячий 90 градусов и пока моторчик работает ровненько он как-то и потише стал работать звук форсунок как-то помягче стал на слух ну и по ощущениям по самой работе мотора он лучше стал помягче работает да, ну и еще и выхлоп стал другой был черный выхлоп когда мотор газуешь-разгазуешь черный выхлоп был а сейчас выхлоп идет сизый такой сероватый поменялся цвет у выхлопа вот Фронзе поселок закончился это объездная за бишкеком и вот он еле-еле-еле набирая скорость не разгоняется сейчас на третьей скорости на третьей передаче вот 60 тут дорога плохая еще с советских времен асфальт 60 70 третья передача вот еле-еле-еле до 80 натягивает от 3000 оборотов четвертая вот объездная стала плохая в очень плохом состоянии тут ее никто не ремонтирует так и залатают дырки и как на этих на американских горках качаешься больше 90 километров больше 80 здесь не поешь некомфортно прыгаешь до потолка вот лошадей люди перевозят лошадка путешествует лошадка ну в общем-то ладно все равно я доволен что заменил жгут форсунок и косу моторную но какой-то все равно где-то что-то или датчик или фишки неправильно провода перекинул но хотя все было по по месту по логике по цвету но один провод только да там меня смущал может быть что ну короче надо еще разбираться с проводкой в общем одну проблему от одной проблемы избавляешься нарисовывается тут же другая проблема но это уже ладно потом с тем что он не разгоняется буду дома разбираться в алмате сейчас я и на этом доволен что машина хоть поехала можно ездить и она у меня не глохнет вот такой ребята ремонт заменил почти все что можно было заменить и хорошо хоть избавился от этой проблемы но появилась другая проблема но это новая проблема это малозначимая проблема и она мне пока голову не парит будем кататься по стариковски тихим тихим ходом как говорится тише едешь дальше будешь на этом все такой видос кому понравилось ставьте свои лайкосы в комментариях напишите из-за чего может быть не набирает скорость нету ускорения волюметр датчик надува турбины турбина сразу можно откинуть турбина все в порядке или все-таки какая-то фишка какой-то проводочек где-то что-то перепутал где-то что-то не зацепил на этом все пока всем всем удачи не ломайтесь тут дороги в Киргизии как на американских горках едешь вот так здесь прыгаешь все гремит все болтыхается бам-бам блюм-блюм домой приедешь нужно будет ходовку менять ну ладно все пока все